Только выключил камеру, отсюда выскочил глухарь и улетел направо, а собака у меня слева где-то подальше лает. Нафига она туда пошла, блин. А этот глухарь улетел и как бы полетел. Опять оставляют. Надо сходить по-быстрому. Поковая эта. Да. Тим. 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 там большие ёлки ёлки палки фигурные места фигурные места гаптик фигурные места такое место фигурные и ёлки там фигурные места где она не вижу её я не вижу не вижу фигурные места вы 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 мы Продолжение следует... Где же собака это? А вон она Собаку я вижу Или кополуха, или грябчик Или куница 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 Где она? Оно она Собака сухое дерево ёлка ёлка что ты скатишь сюда ищи так долго лаяло не просто побачки и это и 1 2 не вижу я рыб, никого не вижу я рыбу не вижу я рыбу что тут когоят так близко с ёлкой ёлкой вперёд что там? что там? что там? не понимаю кого вы слышите? Никого не вижу, закуниться надо. КОНЕЦ 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 Фак что это надо видеть. Это зверь какой то. Что то там. КОНЕЦ 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 Видимо куница там вон. Вон она. Если не ошибаюсь это куница. КОНЕЦ Ребят это куница оказалась. Это оказалась куница. Хорошо я его вижу. Вон сидит. Котяра. Чуть чуть рановато еще. Сейчас засниму. Если получится вон он ребята сидит. Куница. Куница. Вот она. Котяра. Смотрит на меня. Куница. 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 Куницы. Куницы. еще двенадцатая обычно почти четырнадцатая начинаем их бить молодец и да обычно глухари на сосны или на верхушку елок садятся подумал что какой-то зверек ты смотри не слышит меня и да а дядя отделка но потерял она на что фотографии получалось руку шатаются фотографирую как могу ладно ребята наберусь терпение я не подстрелю его я его оставлю а это конечно молодец на чуть-чуть рановато чуть-чуть рановато и не хочется портить шкурку пускай пускай живет оставляю было бы хотя быть 14 сегодня я уже подстрелил на за два дня еще много чего у него поменяется там шкурка что оставляем пускай живет айда айда пошли мы нам пойдем нам надо обратно на солнце выйти молодец молодцом работала конечно не удивляйся пойдем вот такая охота у нас ребята знаю там оставляем ну чё потом не ругай мне вот так вот это это у нее 2 куница 2 куница который лаяла прошлом году 1 тоже ну там дело было как сказать сосновый лес был пожелает я смотрю в аптеку и вижу глухаря сидит глухар сидит оказался это куница тоже хрипит такой вот так вот есть зверьки есть зверьки потому что мыши много из-за этого мы вышли опять уже на твердую почву пошумели немножко лаем нужно нормально пускай пускай мне не надо сейчас не до зрелая как-то принимает не очень хорошо вообще придет его принимают там нет не созрела пушнина или еще какие-то причины 100 причин находят лишь бы не принимать я тоже потерплю лучше и это тоже следы потерплю тоже и другой раз уже не бой если повозят подстрелим так ладно я буду идти дальше мы ищем сегодня глухаря не куница куница другой раз другая охота будет следующий раз это уже вот такой я хорошо ходить хорошо ходить тоже но это поле они тут копались это не зверя олени сразу видно что они тут гадили ходили начнешь раньше ходил ничего я не замечал ни тропинок ни следов не мог различить а сейчас прям на глаза все попадает там хоть у олени там вообще как горох как горох пометно все равно ты увидишь так что все все следы можно читать а если снежок был еще лучше ну ладно пойдем поохотимся пока может еще глухаря видимо отдадим глухарь здесь был на собака другим была занята и и все пропустили опять куда-то выгружала это вторую не бегает это опять осторожно бегает по пути попался муравейник разбитый свежий копло все сухо еще на днях тоже здесь здесь он побывал видимо чё-то искал не значали щит вроде ягоды есть на муравьи не потянула его вот так вот блин почти рядом вместе с ними живьем ходим куда и не пойдешь хоть ты хоть иди на юг хоть на север кругом следы кругом нет такого места где нет следов этом году что за год в этом году везде звери дети меньше зверей вообще очень много или один так кружит кругом дау как по парку гуляю такой ельник начинается первый раз здесь в этом углу я еще здесь не был на адрес хороший мне понравилось тоже как ни странно тоже вот почему-то дичи нету ну 1 рябчика только от слышал там свистела и все впервые ходили на север потом уже непонятно сейчас куда идем но солнце еще высоко принципе и главное что я и главное что я сегодня рюкзак взяла даже воды с собой не взял термоса и думал не так далеко пойду но так кружочек сделаю оказалось то уже сколько прошли мы и планах еще дальше ходить тоже вам что творится непонятно кто что делал потихоньку пока взлетом нету хоть прогуляемся честно слова блин что еще получается это прогулка лес хороший мне понравилось тут ели сосна ассорти такой вес и так потихоньку идем это уже глухая следы глухаря этот здесь ворошил ворошил здесь муравейники отметил что здесь был варит значит значит кто-то есть тот если следы видим потихоньку побродим еще это предваряется на просмотр на чем она валяется обычно дела дверь лежит где дверь лежит она там любит валяться такая привычка у нее запах но она какая-то специфическая остается от них стреляю слышно несколько раз уже быстро сегодня я слышал ладно сейчас пока ничего нету тут идем потихоньку незнакомых местам но места мне понравились и наверно будем буду я сюда ходить потяще время будет везде муравейники везде разбитые муравейники ладно что-то нюхает айда что-то нюхает какой-то след взяла айда работает остановился не знаю что она не ухит на факт что тут кто-то ходил или рябчик лежат глухарей смотрите какое место тут сосны ёлки прекрасное место я говорю но в таких местах обычно кополох и любят быть жить оставляет кого-то чувствует это птица тишина только вечер немножко гудит и все там ниже там там сыра там все равно оказывается места но место тут идеально оказалось но я дальше сходим посмотрим что там нас ожидает какие места парк закончился идем также по сырому месту на куда мы зашли толком не могу понять полотистые старые за часы некоторых местах встречаются на капканом тут охотились или что зато толком не могу понять потому что теряется старыми старые уже по им по моим расчетом каком направлении я шел я думаю где-то здесь вырубка недалеко уже так потому что весь сыра и правая сторона более сухо посмотрим куда ведет эти места приведут на это по солнцу направление направление держим туда куда нам надо кушать захотелось с утра не завтракал блин вчерашний курт там сухо опять сухо ребята где-то там я вижу сухое место отлично совсем отлично и слева я думаю где-то вырубка должна быть так ты не ошибаюсь потому что направление такое ну да все все знакомые станет просто я сейчас ходил по таким местам в общем первый раз я там был первый раз с этим уголком я первый раз знакомился вообще место отлично и без хороший где-то самочка вроде рябчика слышу и не знаю кем-то на эти места закреплены или нет каким-то охотникам ну как бы промысловики ведь все равно сиди у меня есть тоже надо поспрашивать если скажем этих местах свободные уже буду думать там охотиться то ли там дальше или еще как у у нас строгие правило бы именно осенью ты круглый год хочешь сколько хочешь столько ходи но осенью это уже скажем где-то охотник охотиться промысловые участки туда уже с ружьем не старается лезть стороной обходят наконец-то действительная вырубка и как-то было просто же скажем если скажем вот я приеду его для тебя избушку построю я не знаю что таких случаях ничего не могу сказать на наши об этом не женские именно веду даже не думают чтобы это изба и возле то есть бы еще избушку ставить просто не могу я на это ответить просто у нас как бы свои люди и свои законы и по этим законам стараемся жить охотиться на чужие территории не лезем а уже кто думает о таком ну чтоб построить избушку надо сперва поспрашивать у хозяина там кто возле тебя будет был или просто скажем хозяин охотник уже стареет уже скоро перестанет охотиться у него никого нету из наследников просто спросить у него это те рта и вы их охотиться хотя что будут говорить что это не твой лес это и это государ у государства на понимаю у государства на черно правило есть правило охотничьи правила есть закон охотничьи и охотничьи правила у охотников и надо блюсти эти правила и лезть чужой оборот все надо делать сообща как бы сперва договориться потом уже охотиться стопудово уверен будут комментарии насчет этого что эти правила никто не не делал я не знаю как по-другому но у нас такие правила и я думаю во всех других районах именно в коме у нас как-то еще бардак в ижемских в ижемских районах даже охотники как-то по слухам они даже как сказать не разрешают делянки там рубить там или еще вообще строго там какое-то сообщество организация какая-то охотничьи или я не знаю что то я слушал а у нас что у нас как у нас бардак одним словом где хотят там рубят охотник это маленький человек если скажем арендовать эти веса можно еще на какой толк от этой аренды одного-два грех глухаря там то будешь бардак я имею ввиду то то что все подряд вырубают там ну не остается этих таков где такую такую духари раньше ведь как там промышленно дальше промысловики конечно штатные промысловики были и они на отмечали где вот эти такая и как-то эти участки пока оставляли подряд вот смотрите не вот такие пни остаются все больше нету леса какие-то уголки вот есть мы вот там и ходим охотимся но это ручная вырубка понимаете ручная это как бы подсад мы еще видим подсады еще лес какой-то видим стоит посмотрите что остается после хорвастеров крутых машин финских одни пни и больше ничего даже подсад не оставляют хоть бы такие полоски как бы оставляли чтобы семенники или старые наши деды вырубали лес вырубали лес ручными ручными пилами бензопилами оставляли подсад вот там подсад но много подсадов еще валится семенники я имею ввиду семени и эти семенники распространяются ну дают плод и сейчас уже вот скажем 50-е годы рубили 50-е 70-е я вот прошлом году тоже по тем вырубкам ходил и лес уже настоящий лес уже там за 50 лет уже вырос такой хороший лес растет там а после хорвастеров не знаю сколько лет придется там лесу чтобы восстановиться там не надо говорить что вот быстро выйдет там лес или не там фигня там там я не знаю там не вырубка бардак полный надо оставлять такие полоски хотя бы семенники что жалеть не понимаю блин лес то хватит все или даже оставлять не оставляют вот возле просек и хотя бы вот где вот просек а там оставить это отдыхает ладно болтаю я все здесь уже здесь уже знакомые места мы дальше пойдем вот так вот 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 вот так вот